Здравствуйте друзья! Сегодняшний обзор посвящен новинке от Edifier модели R1850GB. GB означает, что имеются цифровые входы и Bluetooth. Посмотрим, что пишет производитель об этой системе. Новая система сочетает дизайн old school и современную комплектацию. Использовано процессорное управление работой системой, в том числе DRC для ухода от искажений, усилители класса D и современные технологии и материалы в динамиках. Например, диффузоры 4-дюймовых басовиков выполнены из космического материала Nomex. Новый Edifier имеет Bluetooth 4.0, оптический коаксиальный и две пары RCA аналоговых входов. Применен Beamping 15W на Twitter и 18W на вуферы. Имеется беспроводной пульт ДУ, импульсный блок питания и покрытие корпусов. Рояльный лак. Давайте вскроем эту коробку и посмотрим, что входит в комплектацию этой системы. Батерина находится, как мы видим, в две колонки. Что неудрено, в принципе. Кроме этого, я вижу тряпочку для протирки глянцевой поверхности. Кабель сигнальный 2RCA на 2RCA. Кабель акустический между двух колонок 5-4, вернее контактный, но не мудрено. Beamping используется в этой системе, об этом позже. Оптический кабель, я думаю, метр двадцать длиной. Первая колонка. Вторая колонка. Это, видимо, активная сетевым кабелем и пульт дистанционного управления, о котором тоже чуть позже. Сами колонки упакованы очень тщательно. В основном это для того, чтобы сохранить в целостности глянцевое покрытие. Рояльный лак, которым эта колонка покрыта. Смотрите, какая красота. Снизу ножки, кстати, это мы видим пассивную колонку перед нами. Какая прелесть. Действительно изящная, красивая, классная вещь. Ну-ка. Да, очень неплохая внешняя акустическая система. Скошенная фронтальной панелью. Предвосхищаю вопросы пользователя. Длина кабелей 2RCA на 2RCA и миниджек на 2RCA полтора метра. А длина акустического кабеля между пассивной и активной колонками пять метров. Это не значит, что их обязательно нужно разносить на это расстояние. Я вам скажу, чем меньше, уже чем стереобана, тем точнее у вас получится собрать музыкальный образ. У вас у себя в комнате, на столе, где вы собираетесь использовать эту акустическую систему. Поэтому я бы не рекомендовал далеко, намеренно далеко разносить колонки. Лучше их расположить поближе и получить плотненькую, классную звуковую панораму. Итак, перед нами пассивная колонка. Вы видите скошенную панель под 10 градусов. Вы видите глянцевую поверхность, рояльный лак. Скошенные грани по бокам такие немножко. Также скошенная верхняя грань получается сзади. На задней панели имеется лишь гнездо для подключения акустического кабеля. Понятно, что перепутать пользователь полярность подключения здесь никак не сможет. Именно это является целью создания систем с такими сложными, нестандартными, как многие считают, кабелями. Хотя разъем стандартный, серийно выпускается, ничего военного в нем нет. Просто он не продается в констоварах. Именно для того, чтобы пользователи не могли неверно распаять или включить акустическую систему. А вот так соединили басовый динамик двумя проводами и твиттер двумя проводами. С нужной полярностью и нужной последовательностью и так далее. Вот так вот она выглядит. Пассивная колоночка. 4-дюймовый диффузор из материала Nomex, который называется. Мягенький подвес портфузоинвертора на передней стороне. И твиттер, 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 твиттер. 19 миллиметров, то есть три четверти дюйма. Шелковый купольный твиттер, как написано у производителя. В активной колонке мы видим все то же самое, что и в пассивной. Только здесь на передней панели, на фронтальной панели, есть еще датчик. Окошко датчика системы дистанционного управления. Вот, кстати, пультик можно заодно и двое тоже рассмотреть. Вот защитная пленочка стоит. Если мы ее вынули, батарейка подключилась и он может работать. На пульте имеются сдвоенные кнопки управления громкостью. То есть, две кнопочки в минус, две кнопочки в плюс. Это сделано для того, чтобы продлить ресурс. То есть, многократно нажимая на одну из этих кнопок, вы можете вывести ее из строя. Там пленочная мембрана стоит. А если их две, то стало быть в два раза дольше ресурс у этого пульта управления. Это включение питания. Очевидно, здесь есть дежурное питание в нем. Подключение звука mute. Выбор входа. PCAUX, Optica, Axial, Bluetooth. И управление видплеером Bluetooth. Соответственно, в этом ряду оно находится. Пульт называется RC20G. Вот такой вот изящный и красивый пульт. Итак, активная колонка. На задней стороне активной колонки мы видим несъемный провод питания. Включатель питания. Гнездо для подключения пассивной колонки. Тем самым многожильным, четырехжильным кабелем акустическим. Вход коаксиальный RCA. Вход оптический, соответственно, TAS-Link. Входы, две пары аналоговых входов AUX и PC, соответственно. Из регулировок доступен. Регулятор уровня громкости, совмещенный с выбором входа. То есть нажатием на эту кнопку регулятор последовательно переключаются входы PC1, PC, AUX, PC, оптика коаксиал и Bluetooth, соответственно. И регулятор многооборотный, энкодер-регулятор. Регуляторы тембров высоких и низких частот имеют фиксированное среднее положение. И, как здесь написано, плюс-минус 6 дБ регулировка составляет. Это хорошо. И выход на сабвуфер, мои друзья. Вот это вот фишка очень важная и интересная. При таком небольшом колибре колонок, как 4 дюйма басовый динамик, выход на сабвуфер существенно расширяет возможности этой акустической системы. Вы можете сделать из него монстра рока или какой-нибудь другой тяжелой музыки, подключив какой-либо активный сабвуфер. Насчет параметров выхода на сабвуфер мы поговорим несколько позже. Это пока обзор, что мы имеем в этой акустической системе, в этой модели. Сейчас я хочу уделить внимание еще раз выходу на сабвуфер, с тем, чтобы узнать, какую амплитудно-частотную характеристику имеет этот выход. То есть, очевидно, что сабвуфер должен быть активным, но нужен ли ему фильтр, например, это можно узнать, измерив параметры этого выхода. К выходу на сабвуфер я подключил 3,5-мм миниджек, который через систему переходников подал на вход своей звуковой карты. С выхода этой звуковой карты тестовый сигнал я буду подавать на входы этой акустической системы и с помощью измерительной программы я увижу на экране, собственно, АЧХ этого выхода, и станет все ясно. Для этого я включаю некоторый софт и поехали. Итак, поехали. Измеряем АЧХ выхода на сабвуфер акустической системы Difier R1850dB. Вы слышите характерные звуки и сейчас на экране показывается собственная АЧХ. Из нее следует, что выход на сабвуфер имеет завал, начинающийся на 110 примерно Гц. И фильтр Satsonic у него тоже есть, от 20 Гц начинается. То есть вот такие вот себе от 20 до 110 Гц, 3,5 октавы классного плоского АЧХ участка, которые можно подать на любую активную колонку практически с приличным сабовым динамиком, но имеется в виду, которая имеет смысл быть подключена в этом случае. И получите прекрасный басовый эффект, который я вам еще продемонстрирую чуть позже. Посмотрим, влияет ли на эти характеристики регулятор, например, уровня. Вот сейчас я сделаю несколько тише, померяем АЧХ, соответственно, график тоже должен опуститься в моем представлении. Если сравнить два этих графика, то график в скобочках цифра 1 будет несколько ниже. Это я понизил на пару дцбл уровень. Теперь возьмем, понизим уровень низких частот, сильно понизим, на полную. То есть должно получиться минус 12 дцбл, как я это себе представлял. Ну-ка, добавим туда третий график. Вот он в точности повторил, при этом график второй. Это значит, друзья мои, что регулятор тембра, басовых, низких частот, на выход на сабвуфер не влияет. Регулятор громкости, соответственно, влияет. Традиционно я предлагаю разобрать колоночку, чтобы показать вам ее содержимое, чтобы вы понимали, откуда берется то или иное качество, те или иные функции. Итак, приступим. Вот мы видим плата. На этой плате собрана усилительная часть этих колонок, этой модели. СМД-монтаж, соответственно, вот Bluetooth-модуль, вот усилитель, контроллер. Все кабелечки упакованы в такие вот мягенькие чехлы, для того, чтобы они не создавали призвуков при движении их внутри колонки, в случае чего. Все разъемы залиты для соблюдения и герметизации. Все ручки залиты. Вот, вы видите. Внутри колонки, вот, мы видим закрытым таким кожухом блок питания. И много-много поролона, демпфирующего материала, в общем, не знаю, как он называется. Вот внутри мы видим динамик. Один, вот там второй динамик. Мы видим внутри. Блок питания очевидно импульсный, поэтому он с высоким КПД. Усилитель класса D, он не греется, поэтому теплоотводы мы не видим вообще как класс. Мощность 60 ватт, 66 ватт. Общая мощность считается детской для усилителей такого класса. И радиаторы не устанавливаются. Монтаж прекрасный, прекрасного качества. Все установлено замечательно. Я бы поставил пятерочку за внутреннее убранство этой акустической системы. Что касается схемы, то усилительная часть этой модели реализована на микросхемах TAS 5707. Разумеется, это PWM, то есть шим-усилители класса D. Здесь использовано два корпуса усилителя. Эти представляют собой 20-ваттные стереоусилители. И этого четыре вместе, так как биампинг. Два на твиттер, два на вуфер. Что вполне достаточно для заявленных мощностей. Два по 15 на твиттер, два по 18 на вуфер в этой системе. Также в схеме замечен контроллер STM. PCM-9211, модуль Bluetooth. И некоторые другие микросхемы. Блок питания, разумеется, импульсный. Для продвинутых пользователей предлагаю померить импеданс, кривую импеданс этой акустической системы, с тем, чтобы понять частоту настройки порта фазоинвертора. Для этого я соединил нехитрую схему и коммутацию. Сейчас вы увидите измерение. Вот он, резонатор, настроен на частоту близ 70 Гц. 67 показывает график. Сейчас я покажу. Для наглядности я переставлю штыки. Здесь в каждой динамике имею свой выходной, свой усилитель. Напомню и померяю кривую импеданса твиттера на всякий случай. Вот это, если что, характерный лук. Вот кривая импеданса твиттера. Видимо, что он 6,5-7 Ом имеет. Сопределение постоянному току и частота настройки у него более полутора кило керц. Ну, что, в общем-то, не мудрено. 3,25 дюйма твиттера. Но вместе они выглядят, в принципе, довольно замечательно, гармонично. Вот так выглядят колоночки на рабочем столе, занимая совсем немного места. Я хочу дать вам послушать, как они звучат в такой неподготовленной обстановке. Я поставил по микрофону перед каждой колоночкой, потом продолжу этот звук в видео. И попробую получить представление о том, как звучат эти колонки. Я включаю технику и... понеслась. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...